Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня у нас с вами будет долгожданный видос по замене струн на укулеле, но также дополнительно мы с вами поговорим, какие виды струнодержателей бывают, как правильно их крепить и как можно ухаживать за укулеле. Да и вообще, зачем менять струны? Об этом и многом другом в этом видео. Разбор на укулеле! Для начала, для чего же мне нужно менять струны Дарья? Как и всему в этом мире, струнам тоже свойственно изнашиваться. И если вы очень долго играете на укулеле и ни разу не меняли струны, то ваш звук становится очень тусклым, очень таким. Не очень, я бы так сказала. Естественно, когда вы играете и зажимаются струны ваши, изнашиваются, становятся какой-то шероховатой поверхностью, даже это влияет на звук. Звук становится более тусклым и невыразительным. Может вообще произойти такое, что вот вроде бы вы настроили укулеле, вроде бы каждая струна настроена на нужную ноту, но в совокупности непонятно как звучит. Это тоже одна из вариаций, почему тебе нужно поменять струны. И если вы купили вот прям такую базовую дешманскую модель за полторы тысячи рублей, как я люблю говорить, да, дрова, лучше сразу поменять струны, потому что укулеле стоит полторы тысячи рублей, то какие струны на нее поставили, вот тут вот возникает вопрос. Поэтому сегодня я тебя научу правильно менять струны. Но нужно понять, что струны на укулеле, они намного эластичнее и прочнее, чем на гитаре. То есть у тебя не может произойти, что какая-то струна лопнет. Ну да, она может лопнуть, если ты ее перетянешь, но в основном укулельные струны намного долговечнее. Поэтому возникает вопрос, как часто нужно, дарь, менять струны? Все зависит от вашей интенсивности игры. Если вы очень часто играете, то вы можете менять раз в 3-4 месяца. В основном раз в год хотя бы это тоже будет хорошо. Но, положу руку на свое сердце, я за весь период именно на тех укулеле, которые я вам пишу в разбор, ни разу не поменяла струны. Да, в этом есть грешок, поэтому мы будем сегодня это исправлять. Но сейчас мы переместимся за стол, который я уже подготовила и покрасила специально для этого видоса, где будет происходить все волшебство. Погнали! Разбор на укулеле! И для начала, что нам понадобится? Собственно, сама укулеле. Самое важное, это струны. Причем струну вы выбираете в зависимости, какой у вас тип укулеле. Если у вас тенор, берете тенор. Для сопрано и концерт существуют такие вот и для сопрано, для концерта, или конкретно. То есть струны для концерта или струны для сопрано. Но мы будем пока менять на теноре, поэтому берем именно комплект для тенора. И для сегодняшнего ролика струна мне предоставил музыкальный магазин Schaefer Music, где вы можете найти огромный выбор укулелей и различных инструментов на любой вкус, цвет и кошелек. Ну а также, помимо этого инструмента, как вы видите, есть еще дополнительные аксессуары. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка в 5% на любой заказ. Поэтому обязательно приходите по ссылке в описании и заказывайте укулельку или к ней аксессуары. Уже дополнительные штучки. Может пригодиться, может не пригодиться. Но я хочу прям сделать полноценную замену струны и настройку. Тряпочку, чтобы удалять лишнюю грязь. Потом есть вот такое приспособление. Штучка-дрючка, я ее называю три в одном. Это крутилка для колков. Для определенного струнодержателя мы об этом тоже сегодня поговорим. Вот этот выдавлик втулок. И также кусачки. Но если у вас нет такой вещи, то вы можете обойтись без нее. А вместо кусачек, когда мы будем подравнивать, отрезать ненужные кусочки струн, возьмите просто щипчики для ногтей. Тоже сойдет. Ну а также, чтобы навести марафет моего грифа, я пройду еще лимонным маслом, расскажу, нужно ли оно вам. И для начала, что мы с вами делаем, это устраиваем фотосессию нашей укулеле. А точнее, фотографируем вот эти, где струны у нас на колоке натянуты. И сам струнодержатель, потому что мы впервые в жизни вообще меняем это все, и вдруг мы неправильно что-то поставим. Потом, Дарья, у меня ничего не получилось. Поэтому фотографируем заранее на всякий случай. Теперь нам нужно убрать старые струны. Каким образом? Есть два пути. Вы можете своими ручками сидеть и расслаблять, покручивая своей рукой. А можете... Берем вот эту штучку-дрючку. Я не знаю, как она называется. Реально. Вот, и снимаем. И без лишнего комата взлетела в движении. Струны я ослабила. Причем, заметьте, благодаря вот этой штучке я смогла это намного быстрее сделать, чем я бы сидела и вот крутила прямо вручную. Потому что крутить вам придется довольно-таки много. Теперь нам осталось это все добро снять. Отлично. Пока у нас есть возможность, мы можем тряпочкой протереть полностью корпус от каких-то разводов ваших пальчиков, от какой-то пыли. И также поухаживать за накладкой грифа, потому что она у нас сделана из дерева. Но если у вас она вообще какая-нибудь travel-версия, которая накладка сделана из пластика, ухаживать, по сути-то, вам так и не надо будет. Берем любую тряпочку. Кто носит очки, у них по-любому есть такая типа микрофибра. Если вы не носите очки, то возьмите тряпку, которая не оставляет ворс. Вы можете ее прям слегка намочить, чтобы убрать разводы с корпуса. Дальше вы тоже самое можете проделать и с головой грифа. Самое интересное у нас с грифом. Можете также спокойненько убрать пыль. Для чего нам нужно лимонное масло? Так как у нас гриф сделан из дерева, ему свойственно высыхать, пересыхать, может вообще треснуть. Поэтому за ней тоже нужно ухаживать. Желательно это ухаживать при замене струн. Возьмите лучше сразу в музыкальном магазине, один раз раскошельтесь, но оно у вас надолго хватит, чем вы будете покупать именно в аптеке лимонное масло. Потому что оно по составу и по жирности разное. Что мы делаем? Мы берем это лимонное масло, открываем. Они прям реально открываем, я его ни разу не распаковывала еще. Пахнет приятно. Мы берем какую-нибудь тряпочку, аккуратненько выливаем пару капелек и каждый лад мы проходим этим лимонным маслом. Ну не жалейте, прям так вот. Опа, 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 опа. И теперь нам нужно подождать пару минут, чтобы масло впиталось, и потом мы уберем излишки. Кому интересует, как на запах это лимонное масло, оно пахнет лимоном. Разбор на укулеле. Ну а пока наше с вами масло подсыхает, давайте снимем остатки струн. Я надеюсь, вы сфоткали, как нужно ставить струны. Когда вы снимаете струны, у нас вот этот испорожек, он не закреплен. Если что, имейте в виду. Аккуратненько его держите, чтобы никуда не упал. Теперь можем взять другую, нежирную сухую тряпочку и остатки масла убрать. Если вы до этого никогда не меняли струны и никак не ухаживали за грифом, когда вы будете все это убирать, очищать, то у вас может быть грязная тряпочка. Значит, все ваши остатки кожи, пока вы зажимали струны, были вот как раз на накладке. Теперь немножечко дополню про сами струны. Струны бывают двух типов. Нейлоновые и флюрокарбоновые. Какие между вот этими двумя типами различия? Нейлоновые они более широкие, обычно прозрачные или белые, можно их заметить. Более глуховатые по сравнению с флюрокарбоновыми. Флюрокарбоновые они более тонкие, как вот тонкая леска. При этом у них звук сочнее и звонче. Давайте распакуем. Каждая струна у нас написана. Дай ее ставить. Давайте напомню. Первая это А, вторая это Е, третья это С, четвертая это G. Начнем, наверное, с А. Мы берем нашу нужную струну, продеваем ее в отверстие, заводим вот этот кусочек под струну, вот, заводим, и делаем узелок. Вот таким вот образом. Далее, этот узелок мы делаем еще, но не опять в ту сторону, а делаем в образовавшуюся петельку. Вот таким вот образом. И затягиваем. Первая струна готова. Теперь тем же самым образом делаем и с оставшимися струнами. Единственное, оставляйте какой-то промежуток, отрезок, потому что я вам объясню, как его можно закрепить несколькими способами. Если что, пожалуйста, не перепутайте, где какую вы ставите. Давайте еще раз закрепим, что у нас получается. Берем, просовываем ее в отверстие, не бойтесь, вам длины хватит. Далее, заводим под струну, делаем узелок. Сделали. И теперь еще один узелок в образовавшемся пространстве. Отлично. И затягиваем. Если вы захотите заводить все эти струны друг за другом, то оставляйте побольше пространства. Если вы захотите просто начнуть и отрезать, можете оставить покороче. Давайте теперь это все намотаем на колке. Проливаем это все богатство наше в отверстие. Есть много типов. Кто-то делает узелок, кто-то просто наматывает. Но я покажу, как у меня было в оригинале. Мы же не зря делали с вами фотографии. Так, продели. И вот этот кусочек мы закрепляем, продевая еще раз. То есть как бы сделали еще одну петельку. Опа. И таким образом проделаем для всех струн. Давайте еще раз покажу на второй струне. То есть беру вторую струну, продевая в отверстие образовавшийся хвостик, мы заводим еще раз. То есть если вы когда-нибудь занимались швейным мастерством, вы понимаете примерно, о чем я говорю. Хоп. Тянули. Пока мы еще ничего не натягиваем, мы просто закрепляем их. И если вы забыли, какую же струну нужно определить, в какой колок, мы смотрим на нашу фотографию. Теперь наша с вами осталась задача это все настраивать. Каким образом? Вспоминаем, что у нас счет идет с первой струны по четвертую, то есть снизу вверх. Раз, два, три, четыре. По-другому. А, Е, С, И, Ж. Но пока что у нас, видите, как макаронины эти струны проседают, поэтому особо настраивать еще нет смысла. Нам нужно теперь их натянуть, чтобы они издавали какой-то зуб, потому что они сейчас создают вот это. мы берем нашу штучку-калатушечку, или наши пальцы, и начинаем крутить колки от себя. Я вам сейчас приманстрирую, как начинает струна натягиваться. Если вы боитесь, что в колоковом механизме у вас поведет куда-то струну, вы ей помогаете. Помогайте вести, то есть вы можете иногда ее придерживать. Для первой струны у нас более-менее началась давать какие-то звуки. Не нужно сразу настраивать первую струну на нужную нотку. И она что-то начала издавать, но это не нота ля пока что. Натягивать лучше в хаотичном порядке, чтобы у вас не было перевеса в какую-то сторону. Например, вот сейчас натянула первую струну. Дальше могу взять, натянуть четвертую, то есть пытаемся сохранить баланс. Потому что если я начну делать первая, вторая, третья, четвертую струна, у меня гриф может повести вот в ту сторону. Разбор на укулеле. Труна мы с вами более-менее натянули, то есть они уже у нас не так сильно провисают. Звучит пока как тюрские мотивы, но ничего страшного, сейчас мы это доработаем. Видите, у нас остались куски струн. И теперь наша с вами задача аккуратно кусачками для ногтей или зажимом, плоскогубцами, неважно чем, отрезать ненужные детали. По закреплению струн у струнодержателя. Есть два типа. Можете не заводить никакую струну за другую струну. Я вам картинку сейчас покажу, о чем я говорю. Можете просто оставить вот в таком вот варианте. Единственное, не нужно вам очень много оставлять вот этого хвостика струны, иначе он будет зацепляться за одежду. То есть у нас получился вот такой вот вариантик. Слишком коротко тоже не отрезайте, иначе от вибрации у вас может пойти не так. Поэтому оптимально 3-4 мм достаточно. То же самое. Отрезаем ненужные вот эти макаронины. Кто-то, я вот видела на гитаре, на укулеле, кто-то оставляет это. Но для меня это неэстетично, некрасиво, видите, да? Задевает обгриф. Ну, как-то это не такое. Ну, too much, too much. Поэтому мы тоже это срежем. Разбор на укулеле. И теперь осталось самое интересное. Это настроить нашу с вами укулеле. В этом нам с вами поможет укулеле тюнр. И начинаем постепенно настраивать. Смотрите, очень важно настраивать не друг за другом. Не первую, вторую, третью, четвертую подряд. Например, потянуть чуть-чуть первую струну, потом потянуть чуть-чуть третью. Это мы делаем для того, чтобы ваш гриф туда-сюда не петлял. Я хочу начать, например, с первой струны. И на данный момент моя первая струна звучит таким образом. Вот, она вообще определилась у меня автоматически, как Е. Но это не то. Поэтому автоматический режим я уберу. Поставлю на А. И говорит, что очень мне еще нужно крутить и крутить. Чтобы у меня стало звучать, как полноценное А. Ну, видите, уже стало лучше. Минус 23 показывает. Хорошо, мне это пока устроит. Давайте попробуем настроить третью струну. Если вы будете использовать это приложение, пожалуйста, используйте именно ручной режим без авто. Потому что он как-то туда-сюда начинает петлять. А вам нужна же конкретная настройка струны. Поэтому вот мы нажали. Все, и начинаем ее крутить. Нам показывают, что первая струна настроена. Но это пока не точно. Потому что во время настройки другой струны, а струны у нас новые, эта струна растянется обратно. То есть она опять будет не строить. И самый частый вопрос, который мне обычно задают. Дарья, я вот купила укулеле, но она у меня не строит. Она у меня вечно расстраивается. Что мне делать? Это нормально. Потому что струны у вас новые, еще не растянулись. И дайте им какое-то время настояться, растянуться. Для этого почаще просто настраивайте. До занятия, во время и после занятия. Первое время. Это, наверное, где-то недельку-две. Все зависит, конечно, от интенсивности вашей игры. Поэтому настраивайте как можно чаще. Я успела настроить укулеле. Звучит она пока примерно так. Уже более-менее что-то похожее. Единственное, опять же, нужно будет некоторое время, чтобы струны растянулись. И она всегда держала строй. Если ваша укулеле уже давным-давно с вами, но она все равно постоянно расстраивается, скорее всего, дело в колковом механизме. Вот что держат колки. Вот эта штучка. Поэтому можете отдать ее к мастеру. Довольно-таки бюджетная модель у вас укулеле. И на ней стоят хлипенький колковой механизм. Поэтому, скорее всего, дело в нем. И его лучше просто поменять. Разбор на укулеле. Давайте теперь поговорим про виды струнодержателей. Самый базовый, распространенный, это который с отверстиями. То есть я вам сейчас показывала, куда мы берем струну. Вот так вот ее продеваем и завязываем. Также есть вариант с пазового струнодержателя. То есть мы в эти отверстия, в эти прорези должны будем закрепить струну. Как же в этом случае закрепить струну? Бывают сразу струны с наконечником. Его называют бабышкой. То есть вот такая вот плюмпочка-пуговичка. Мы просто ее закрепляем и тянем струну колкам. Но если мы купили обычные струны, то есть никакого наконечника нет, мы просто в конце делаем узелочек. Но если у вашего паза, у струнодержателя слишком большие вот эти вот разграничения, вот эти вот пазы, что мне делать, Дарья? Вы можете просто взять, сделать двойной узелок. Или там бывают разные виды узелков, как я поняла, там типа восьмерка, не восьмерка. Тоже можете сделать, то есть помощнее вот эту бобинку, чтобы ее закрепить. То есть берем этот узелок, вставляем в это отверстие. Можем для лучшего, скажем так, сцепления помочь, может быть, стержнем от ручки. Вот это затолкать туда. И дальше струну ведем к колкам. То есть тоже несложный принцип. Пробуйте. Также существует другой вид струнодержателя. Единственное, у меня на всех моих инструментах такого нет. Но давайте я вам на пальцах постараюсь объяснить и при помощи картинок. Он называется пробковый. По-другому там вот эти бабышки, пробки, втулки, шпингалеты. По-разному называют вот эти крепления. Суть какая? Вам нужно их вытащить. Вот эти вот заклепочки. И как раз вот эти заклепочки, они держат вашу струну. Струна должна быть тоже с наконечником. Суете туда струну и вот этим шпингалетом ее закрепляете. И она у вас не падает. И последний вариант струнодержателя, которому может попасться, он сквозной. Тут все намного интереснее. Как закреплять струну? У вас опять должен быть наконечник или созданный, или вы сразу купили с наконечником эти струны. Ваша задача снутри просунуть струну в отверстие, а вот этот вот наконечник получается закрепляется за деку. И все спокойно. Вы тянете эту струну к колку. То есть вот у нас есть четыре варианта, которые у вас могут быть. Ну а если вы не хотите заморачиваться с тем, что я вам перечислила, сразу берите просто укулельку с классическим типом струнодержателя. Что ж, на тендере мы с вами поменяли струны, теперь давайте поменяем на моем концерте. Струнодержатель тут такого же классического вида, но мы закрепим внизу по-другому струны, и сам вот эта голова грифа, сам вот этот колковый механизм немножко отличается. Поэтому поподробнее об этом расскажу. А для начала мы сделаем все те же самые действия, что мы и делали в тот раз, а именно фоткаем, устроим фотосессию нашей укулейки, отмотаем наши струны, и также пройдемся, чтобы убрать пыль. И я вот хочу снять вот эти старые наклейки для нот, потому что в свое время я хотела так выучить ноты, но оказалось все намного проще, как их можно выучить. Пока план работы такой, погнали! Из-за того, что я, видимо, может быть, интенсивно крутила, у меня колки немножечко начали шататься, перестаралась Даречка, поэтому если у вас тоже такая же проблема возникнет, вот эти шурупчики вы можете маленькой отверткой подкрутить. То есть, что вот на таком виде головы грифа намного легче выбирать струны, потому что там мне пришлось прям приноровиться, а тут раз так, хопа! И пока далеко я не уходила, может у вас возникнет вопрос, Дарья, а влияют ли как-то наклейки, вот которые ты наклеила, на качество звучания? Вообще никак нет. Мне кажется, это укулеле, это как Маргинштерн в свое время набил татухи на лице, вот на укулеле выглядит то же самое, но, видимо, в то время это был, наверное, 16-17 год, я прям хотела обклеить укулеле, вот, пожалуйста. Ну, а так, на вкус и цвет все карандаши разные, если хотите, клейте, если не хотите портить эстетический вид этого прекрасного инструмента, ничего не делайте. И перед тем, как убирать пыль, давайте я уберу вот эти все наклеечки. Ну, вот те места, которые были заклеены скотчем, они выглядят ярче от тех мест, где не было скотча, то есть со временем, видите, дерево стало более тусклым. Давайте сейчас я беру вот эти липкости, которые остались у меня от скотча, средством для снятия лака. Единственное, я возьму без ацетона, чтобы оно не сушило. Мне кажется, сейчас вот гитаристы меня смотрят и такие, о, ужас, Даша, что ты делаешь? Смотрите, сколько грязи осталось, ужас какой. Причем, заметьте, видно окисление вот этих вот порожков ладовых и струн. Вот, поэтому, ребята, вовремя, пожалуйста, меняйте струны, чтобы у вас такого ужаса не происходило. Теперь, чтобы наша древесина не высохла, пройдемся маслом. И пока наше лимонное масло впитывается, давайте уберем пыль с корпуса и головы грифа. Итак, очистительные процедуры мы с вами провели. Напишите в комментариях, вообще, видите ли вы разницу, было лучше, до или после. Поставим новые струны. На этот раз я решила, так как и на таком вот мультяшном виде, поставить разноцветные струны, то есть каждая струна будет определенного цвета. И тут даже у нас есть бонус в виде схемки аккордов. Ну, вау! Ну, прям красота! Вы посмотрите, как все тут нарисовано, разрисовано. То есть у нас четвертая струна будет зеленой, третья струна у нас будет красной, желтая это у нас вторая струна, а синяя струна это у нас первая струна. Ну, принцип постановки у нас будет тот же самый. Единственное, что мы закреплять будем немножко иначе. Напоминаю еще раз, у кого возникли трудности, как ставить струны, мы берем с вами струну, продеваем в отверстие. Да, и единственное, в этот раз можно побольше оставить, потому что мы будем заводить. Дальше мы делаем вот этот образовавшийся кончик под нашу длинную струну и выводим как узелок. То есть вот такая вот петелька у нас должна с вами образоваться. Теперь вот этот вот хвостик коротенький и еще раз продеваем, чтобы образовалось примерно вот так. Образовавшийся хвостик у нас должен смотреть в сторону, желательно как-то вниз, ну, то есть никак не наверху, наверху у нас он не должен оставаться. На теннере мы немножко закрепляли по-другому, здесь мы возьмем более классический вариант. Берем хвостик от четвертой, третьей и второй струны, заводим за первую, а хвостик первой струны заводим за все остальные. Поэтому вам нужно пока их сильно не натягивать, чтобы вам было удобнее это все закреплять. Я беру вот этот вот хвостик, завожу сначала за третью, за красную струну, за вторую струну, за первую струну. Она у вас должна ложиться вниз, то есть если наверху, то это не совсем верно. Дальше берем нашу с вами третью струну, заводим за вторую и первую. Так, ну и вторую струну получается за только первую струну. Теперь первую струну мне нужно завести за все остальные. Теперь давайте разбираться с колками, как что тут закрепляется. Вообще есть несколько типов колков, которые смотрят в стороны, которые смотрят внутрь. Также есть открытого типа, прям видно там вот эти прорези, их называют с прорезами. Но плюс-минус везде принцип одинаковый. А далее у нас очень простое действие. Берем нашу струну, продеваем ее, ставим ее вот в этот вот паз. Мы наматаем вот этот вот хвостик на колок. И начинаем его закреплять. Я буду ее натягивать на себя, а ослабевать я буду от себя. При этом у меня оказывается сам хвостик наверху, а натягивание струны происходит снизу. Так, теперь то же самое проделаем со второй струной. Первая и вторая струна натягиваются на себя, а третья и четвертая струна натягиваются от себя. То есть вам колок нужно крутить от себя. Отлично, струны мы более-менее с вами закрепили. Сейчас мы это все подрежем. Да, можете сразу коротко не отстригать. Это мы делаем для того, чтобы нам было удобно ее настраивать. Можете сразу, можете позже, я подкорачиваю, делаю ваше. Дальше нам предстоит точно такая же работа. То есть потихонечку натягиваем эти струны постепенно. Ну что же, спустя какое-то время я смогла ее примерно настроить на следующее. Уже что-то более-менее похоже, но опять же нужно время, чтобы немножко растянулись струны, и как можно чаще их надстраиваем. Ну как-то так, замена струн у нас прошла успешно. Если тебе был полезен этот видос, я думаю, что он был супер полезен, то обязательно напиши в комментариях. Поддержи этот видос лайком, чтобы YouTube видел, что этот видос стоящий и продвигал его в топ. Девочка в тринде, девочка в топ. Ну а если ты хочешь поддержать мое укулеле творчество, то можешь мне помочь в финансовом плане. Достаточно задонать любую сумму на донат Альерс или подписаться на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Замен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.